Девушки отдыхают Девушки отдыхают Приводятся какие-то примеры Для того, чтобы подобрать Ключик к тому или иному человеку Чтоб он понял Все мы находимся на разных ступенях Развития Одни понимают, когда с этого уровня Он сразу все это понимает Говорят, да это же психосоматика А другой вообще не знает, что такое психосоматика Что это за мудреное Такое слово В чем его назначение Вот, очень хорошие отзывы Нравится слушать нормального человека Всем здоровья Я как-то хотел бы рассказать Опять-таки о себе любимом Ну и так Много и часто рассказываю Будем так говорить Общество о том или ином человеке С помощью там Телевидения С помощью Газета, радио, интернета Создает какой-то образ И в данном случае Создали какой-то образ Обо мне Как о таком чудаке Это в лучшем случае чудаке Другие, видите, говорят Что-то там вредитель И Короче, разные отзывы есть Вот для того, чтобы Не попасть под влияние Вот этих средств массовой информации Узнайте об этом человеке Сами Из различных источников Если есть Возможности Как-то там лично Если он вас интересует Так Побольше Тогда у вас служится свое мнение В противном случае Наслушавшись Только про уринотерапию И при том Не то, как я ее преподнес А именно Их извращенное Какое-то там понятие И вот ярлыком Прикрепляется К этому человеку Либо там Поза льва На меня И все Это, мол, лупец Это, мол, шутник Это, мол, такой-сякой Джек Сали Хочется высказаться По поводу обвинения Мужчины В адрес Генария Петровича Просто не могу молчать Купленные в 94-м году Среди силы Буквально Спасли мою маму После операции Вот ответ, да? Знаете, вот Для меня достаточно Так Какой-то минимум информации Чтобы я построил На нем целый рассказ А почему вот Книги мои Книги Которые Я написал На основании Чужого знания Я же сам Ничего не сделал Как Как некоторые Вот ты там Плагиат там сделал Я взял это знание И применил его к себе И показал Как лучше Применять это все Это медицинское знание Научной разработке Это народная медицина Которую я Постарался объяснить С точки зрения Научной медицины Почему не взять Врачам это все Проследить истоки Там Откуда болезни Проследить различные Варианты там Лечения Воздействия на тех или иных Бактерий Чтоб не было Побочных эффектов Почему Это не сделано И получается Что люди Обратившиеся К врачам Находятся на Грани жизни И смерти А вот какие-то Книги Какого-то там Геннадия Малахова Спасают их А где же врачи Где там Махина Социальная Официальная медицина Что она оказалась Вот Беспомощна В данном случае Ну а какие-то Книги спасли Причем Там же Изложено Ихние же знания Вопрос Вопрос Бросаем Как Воголь Вопрос А нет Ответ Да у меня Ответ Вообще-то Очевиден Пойдем Дальше Ага Джекс Сали пишет Дальше Закончил У нее был Перитонит Врачи не верили Что она вообще Выживет Слава Богу Она до сих пор Жива Применила знания Из книги Нария Петровича В том числе И уринотерапию И сейчас Это наши Настольные книги Удивляет Как можно Так обвинять человека Не понимая Суть вопроса Вот именно Вы же Почитайте О чем я говорю В этой книге Где там действительно Какой-то знаете Мрак написан Мрак Просто Вот Я сказал Там Вот Она так помогает Не объясняя Понимаете Почему Как она работает Типа Вот того лекарства Вот это вот лекарство А весол Он чистит печень А как За счет чего Где Что Чего Как Хочется сказать Про таких Слышал звон Но не знает Где он С огромным уважением И благодарностью За бесценные знания Татьяна Благодарю А тут Даже дело Знаете И не в звоне Слышал звон Да не знает Где он А дело Вообще Там В лухих Ушах И непонимание И что колокол Может звонить Так Ну продолжим Дальше Метод бутейка В ЛГД Малахов Алекс Бохов Почти прав Не совсем верно Ну я Высказал Своё понимание Так Дневник голодания Опыт Алина Полезное размышление Благодарю Иногда действительно Вы знаете Размышления другого Одного человека Способствуют тому Что они Генерируют Подвигают Делают Подвижку На размышления У другого Человека То есть Он Размышлял В каком-то вопросе Так и ся А тут Только раз Оказывается И другой человек На подобную тему Размышляет И получается Очень интересные мысли Которые уже Прочитав их Или услышав их Направляет его Несколько По иному пути И только раз Способствуют тому Что Именно вот этот Путь Который был Подсказан В разговоре Оказался Для него В данный момент Тем что надо Он там вышел Из какой-то ситуации Получил облегчение Стал лучше Голод 40 дней Он это на ВХС Снимал что ли Да Да Тогда не было Этих камер Это было давно Да И потом пришлось Перегнать С кассеты На В цифру Так обеда Как я с ней работаю Вот Лена Вас очень интересно Слушать Все искренне Расскажите о своих детях Чем они занимаются Дети уже стали взрослые Значит Если Сын родился В 82-м году Дочь родилась В 87-м году Это уже взрослые люди Живущие своей жизнью Ну что сказать Еще о детях Вы знаете Меня радует то Что Конечно Ими в основном Занималась моя супруга Она в них Как-то Вложила Часть своей Души Причем Большую часть И Выросли Нормальные Адекватные Люди Могли бы От меня Просить Там Чего-то И побольше Но нет Все это Как-то Знаете Сами Сами Что им там Дал Профессия есть Как у сына Так и у дочки То есть Они при профессиях Которые Их там Кормят У сына Две внучки Дочки Мнучки Дочка Еще Не имеет Детей Ну я думаю Что будут Но в целом В целом У них Все нормально Вот интересный Ответ Как-то Так Называется Хеджвер Это Lexus LS430 Пробег 300 тысяч Километров Очень Душевное Видео Мне еще Нет Тридцати Но я люблю Ваши ролики Больше Чем Всяких Современных Блогеров И получаю Очень много Ценной Информации Знаете Вот действительно Я В интернете Смотрел Разные Разные Каналы Разные Направления Наиболее Знаете Вот такие Популярные Оказались Направления И Как бы сказать К ним Никаких Не может быть Претензий Это Какие-то Информационные Каналы Которые Рассказывают Там Ага Там 10 Самых Ядовитых Животных 10 Самых Тяжелых Животных 10 Самых Богатых Людей 10 Самых Больших Зданий 10 Самых Лучших Автомобилей Ну Примерно Так Может 5 10 И Различные Вариации С С Таким Можно Сказать Коммерческим Уклоном То есть Информацию Которую Они Излагают Она Их Ни к чему Не Обязывает Они Просто Изложили Да Интересно Интересно Все И Отвалите От Нас Как Вы Ага Значит По спорту Там Вот Не то Ты Что-то Там Излагаешь Еще Что-то Подделаешь Но Я Высказываю Своё Мнение И Знаете Должно Быть Видео Которое Некоммерческое Но Тем Не Менее Оно Затребовано Людьми Редки Ну В редких Случа Но Оно Нужно Оно Важно И Вот Этим Коммерческий Если Канал Коммерческий Они Этим Не Занимаются В Первую Очередь Идет Значит Обрубка Это Видео По Времени Значит Ага Популярные Там Допустим 7 минут Или 14 минут Дальше Все Мы там И смотрим Вот Соответствующая Подача Информации Вы 100 лет Проживете Просто Напросто Допустим Вот так Два пальца Сделал На самом деле Это Явно Мало Но Тем Не Менее Пестрят Заголовками Обещаниями А что На самом деле Получается Получается То Что Они Просто На подписчиках Имеют И не Работают 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 Я же Стараюсь Вот В ту Или иную Тему Прежде всего Разъяснить Разжевать Для самого Себя Изложить Если Что-то Встречается Какие-то Слова Непонятные Я Смотрю Слова Изучаю Если Что-то Я не знаю Я Открываю Читаю На эту Тему Что-то Узнаю И в результате Я Высказываю Своё Мнение И Как вижу Нет Еще И Тридцати Я люблю Ваши ролики Больше Чем Всяких Современных Блогеров Также Работаю Много На компьютере И часто Встречаю Ютуб С вашими Роликами Чтобы Отдохнуть А это Уже Интересный Феномен Вот Есть Как-то Информация Подается Знаете Так Она Агрессивна С одной Стороны Где-то Полезно Послушать Но Когда Она Постоянно Идет Вот Я еду На машине И у Меня Не Айпод Это Устройство На котором Записана Музыка Ну там Если она Более Современная Значит Туда И Фильмы Можно Там Закончать Вот У меня Этой музыки Записано Непрерывно Слушать По-моему Тридцать Один День Непрерывно Слушать И вот Из всей Этой музыки Есть Конечно Вот Такая Которая Подходит Для Дороги А другая Вроде бы Вот Тебе нравится Одна песня Две песни Там Может быть Альбом Нравится Но Слушая Одного И того же Артиста В течение Продолжительного Времени Когда ты едешь Там Часто в шесть По дороге И ловишься На мысли Его Невозможно Слушать За исключением Нескольких Композиций Дальше Все И вот Здесь То есть Это Действительно Очень Хорошее Качество Чтобы Человек Мог Действительно Отдохнуть Расслабиться Чтобы Ему Ничего Так Знаете Агрессивно Не втюхивали Вот это Купи Вот это Там Сделать А как бы Так Ненавязчиво Что-то Разъяснили Какая-то Там Шутка Была Какой-то Спокойный Голос Это Тоже Очень Важно И уж Не говоря Красивая Картинка То есть Это Уже Личностные Качества Блогера Которые Он Воплощает Чистое Видео И дальше Через Ютуб На Свою Аудиторию Спасибо Вам За Видосики И полезные Советы И ответы В комментариях Это Очень Ценно Ведь Здоровье Самое Главное В жизни Самое Главное В жизни Это Сама Жизнь Понимаете Это Сама Жизнь Вот это Течение Вот Этой Жизни Ну Естественно Чтобы Она Была Нормальна Знаете Не Было Никаких Подводных Камней Вот Этими Камнями Может Явиться Подводными Здоровья Чтоб Донышко Была Гладенькая И Вода Жизни Спокойно Без Бузлений Скользила По Своему Руслу То Бишь Судьбе Смотрите Какие Интересные Интересные Слова Интересные Сравнения То есть Жизнь Как Река Здоровье Это Дно Дно Гладенькое Нету Никаких Флуктуаций Завихрений Все Идет Нормально Вот И это Именно Здоровье Как Основная База Дно Позволит Вам Решить Многие Многие Вопросы Стать Более Более Значимым То есть Мы Пришли сюда Развиваться На самом деле Вот Вот Слово Развиваться Совершенствоваться Каждое Человеческое Существо Каждая Человеческая Личность Пришла В жизнь Для Развития А что Мы Смотрим Всех Этих Человеческих Существ Всех Этих Личностей Вот Так Взяли Взну Сдали И они Пашут Не понимают Что они Делают Единицы Только Могут Додуматься До того Что Такое Жизнь Насколько Она Важна И Да Я не против Того Чтобы трудиться Я люблю Трудиться Но Труд Такой Созидающий Какой-то А не Отупляющий Вот Чем Загвоздка И Причем Вас Взяли Ага Там Что-то Там Такое Других Там Набрали Человек Не может Отстоять Свои Права Разошло Вот Это Еще Когда Было Сказано Тем же Пролетарий Всех Страх Соединяется Для того Чтобы Противостоять Вот Вот Всем Этим Работодателям Что это Такое Что это Такое Получается Понимаете Если Работа То То Это Все Как-то В нормальных Человеческих Рамках Все Это Должно Быть А Когда Это Выходит За Эти Рамки И Далеко То Это Уже Не То Видите Как Вот Мы С вами Коснулись Жизнь Нездоровья Далее Скажите Пожалуйста Игнарий Петрович Можно Легодая Помимо Обычной Воды Употреблять Еще Талую Воду Или Лучше Только Обычную Можно И ту И другую Я Голодал И на Обычной Воде И на Воде С Газом И на Талой Воде Каждая Вода Дает Свои Особенности Но Что Касается Даже На Дистиллированной Что Касается Талой Воды То Она Способств Тому Что Растворяет Разного Рода Конкременты Особенно В почках Особенно Будет В желчном Пузыре Растворяться Особенно Там Различные Отложения В сосудах Будут Растворяться Но Будьте Готовы К тому Что Вот Если Вы Поголодали Там Допустим Неделю Две На Талой Воде Что С Вас Могут Посыпаться Эти Там Канушки И Могут Быть Крайне Неприятные Явления Когда Они Будут Проходить Через Вернее Выходить Из Почек Через Мочеточники У меня Такое Было Поэтому Как Вам Нравится Вот Пьете Различную Воду И Допустим С Газом Без Газа Талой Или Еще Как Там Как Ага И Вам Понравилась Какая То Вода Вот Значит На Ней И Голодайте Просто Талая Лучше Растворяет Дистиллированная Лучше Шлаки Выводит Потому Что Она Сильнее Все Обычная Нормальная Работает С Газом Почему То Приятнее Пить Потому Что Идет Как Раз Насыщение Организма Возможно Углекислотой И Как То Приятно Пить Ага Лазер К Это 29 Ноября Интересно У 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 Просто Так Отвлекать Не Стоит Занятого Человека У 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 Московская И Здесь Я Веду Репортаж Так Лексус ЛС430 Пробег 300 тысяч Км Ну я Первое Почитаю Ник Манел Петрович Насмотревшись Ваших Видео По данному Алту Купил себе Такую Только Серебристую И езжу Уже Почти Два Года Одно Удовольствие Как На Яхте По Трассе На Ней Плывешь И Отдыхаешь За Рулем Максимум Ездил 1350 Км За Один Раз И То Устал Устали Только Глаза В целом После Поездки Был Еще Полон Сил Отлично Отлично Я Я Рассказываю Это Канал Не Только О Здоровом Образе Жизни В основном Рассказ О Себе О Том Чем Я Занимаюсь То Блог Понимает Ведение Какого-то Дневника Вот Я Как Раз И Веду Дневник Что Я Делал С Машиной Кстати Я На Этой Машине Приехал Сейчас Сюда Это 800 С лишним Километром Я Проехал С Каменска Вот За Астрахань За Камызяки И Вот Завтра И Послезавтра Я Поеду Назад Отсюда Ну да Нормально Все Едет Так Геморрой Ни О чем А Геморрой Я его Вылечил А Павел Елисов Говорит Разговор Ни О чем Не Знаю Я Как раз Рассказал Что Геморрой Я Вылечил Павел Елисов Разговор Ни О чем Дальше Где Рецепты Да Не В рецептах Дело Понимаете Дело Дело В понятии Вот Многие Опять Таки Я Видел Здесь Что Был Такой Отзыв Что Если Он У вас Там Этот Геморрой Есть У Меня Есть Там Средства Помажете И Пройдет Я Объясняю Возможные Причины Отчего Это Возникает И когда Вы воздействуете На эти Причины Уходит И следствие То есть Пропадают Геморрой Дальние Шишки А если Вы не Понимаете Вам Там Могут И Помазать И Свечи Сделать И Даже Операцию Сделать И Все Пропадет Но Не Понимая От Чего Что Возникло У Вас Все Может Повториться В Следующий Раз Благодарю За Просмотр Если Вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Звоните В Колокольчик И Подпишитесь На Канал Ваше Участие Развивает Канал И Способствует Его Продвижению Доброго Здоровица И До Новых Встреч Продвижения